ой какие здесь у вас пиала боже мой а сколько такой ларчик стоит деревянные 200 рублей так а пиалка на вернисаже стоит а пиалки сколько стоит ваша пиала сколько в 20 хорошо я возьму сейчас ему оказалось что это не песочная а это сделано было это было сделано на кузяевском заводе в деревне кузяева основан этот был завод братьями новыми в 1816-24 годах а сейчас это стал раменская район города москвы а тогда был богородицкий уезд так вот в 2001 году завод закончил свое существование и очень жалко и кстати хочу сказать что в наше время от таких вот державных заводов ну а продолжает работать может быть только императорский завод санкт-петербурге заводы к жели и два завода империи кузнецова в дуле вы и вербилках и а вот у меня есть такие пиалы и вот все эти красные пиалы они сделаны на заводе в песочном но вы помните я рассказывала вам историю этого завода который очень много отправлял вещей на восток поэтому у него много вещей было вот пиалы и такой вот с восточным направлением орнаменты восточные вот но это уже тоже такая вот у меня кстати такой же есть и чайник сейчас мы посмотрим переведем вот видите стоят три чайника но это тоже все песочная и вот большая пиала то есть это все песочная но в таком вот восточном до в таком восточном стиле однако же вот видите оказалось что и у нас подмосковье делали недалеко от москвы и на самом деле недалеко от жели делали вот такую такие прекрасные пиалы ну вот единственное что позолота на ней нету вот на это тоже нет хотя нет здесь же в рисунке есть позолота а вот у этих по краям вот видите как интересно это все потому что под рыбинском песочная видите рыбки 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 ну вот здесь тоже потом знак песочная был такой песочный завод в песочном и вот этот вот видите совсем другое у нас совсем другое клеймо вот я купила их три штучки и теперь да вот у меня теперь такие пиалы и у меня их семь штук ну и большая еще пиала мы можем организовывать какую-то вечеринку восточном стиле да вот с пиалами из чайничка я купила вот такой замечательный резной ларец я вообще очень люблю резьбу по дереву ну а ларец я думаю что мне пригодится для моих украшений нужно его еще лаком покрыть привести в порядок почистить ну вот мне очень понравился такой шкафчик ларец кажется очень симпатично вот туда можно класть украшение и туда я думаю положу вот этот вот браслетик я так понимаю что это чешская бижутерия видите граненые такие в общем каждый каждая составляющая каждый элемент он имеет совершенно свою огранку свой цвет но только вот коричневая пересекаются потому что коричневый есть круглый здесь коричневый с более сложной формой и есть еще здесь вот бусины или как можно назвать бусин наверное с огранкой которые имеют эффект аврора бареалис но не со всех сторон вот видите на этом есть а вот с этой страны мы повернули нету точно так же можно повернуть и этот то есть вот с каких-то сторон есть с каких-то нет этого напыления ну не знаю мне эти браслеты очень понравились они на резинке ну очень понравились я решила их купить но и носить на даче потому что меня в общем то на дачу красивый браслеты я не взяла но вот эти я думаю прекрасно будут ну а пока я их положу вот в этот вот сундучок здесь они будут у меня хранится вот видите здесь как я уже говорила здесь предположим с этой стороны есть окраска а вот с этой уже нету видите а здесь опять есть ну вот так вот они интересно окрашены и каждая из них нитка состоит из совсем разных таких вот бусин элементов по разному граненых по разному цвет которых форма вот и еще я купила одно сокровище это вот такие вот тоже бусики с очень приятный леденцовый такой вот них цвет просто какой-то необычайно красивой я уже отдела их и у меня много розовой одежды сиреневые они почти под шейку они короткие в общем удовольствие полнейший но это кстати вот пластмасса очень мне понравилось и я тоже решила ее купить причем это все очень дешево так что вот у меня такие сокровища в сундучке так и еще что я купила на этом рынке я купила ну скорее это даже не на рынке а я списалась с продавщицей савита которая как раз живет в александрове и вот мы с ней встретились статья на и она мне продала вот такую замечательную чайную пару если мы будем рассматривать ее видите здесь много золота очень интересный орнамент проходит по краю неровные такой вот края неровные там края тоже очень много золота здесь золотом очень аккуратно красиво нежно нарисованы цветы просто очень красиво и посмотрите какая ручка можно конечно подумать что это сердце пронзенное но вот я решила что может быть это скорее палитра которую вот кисточки про зелий чтобы рисовать в своем саду рисовать эти цветы нежнейшие ну а может быть да кстати еще хочу сказать что блюдечко тоже вот типа палитры сделано вот такой же формы необыкновенной и вот видите там где ставить чашечку она белая а все остальное вся плоскость она покрыта перламутром и перламутром также покрыта и вверх чашечки видите до этой золотой линии вот он покрыт весь перламутром а дальше идет белый цвет а здесь вот блюдечко все покрыто перламутром кроме как раз того места куда ставить чашечку очень просто настолько изящно настолько красиво это китайский очень качественный фарфор если блюдечко довольно таки такой плотная толстая то чашечка совсем вот легкая прозрачная ну и вот можно прочесть здесь что в общем люксовская коллекция ну я купил тоже его достаточно дешево и мне так понравилось я решила что я на своем белом столике буду сидеть как раз вот хотя мне сейчас там много чашечек ну вот в том числе и с этой чашечкой красота а может быть вот я сейчас смотрю на эту форму на ее блюдце может быть это какая-нибудь немфея кувшинка просто очень красиво сейчас я буду собирать малинку здесь у меня и вот такие я конечно купила корзиночки которые вы видели по 30 рублей ну вот нужно для этого стола чтобы подавать какие-то вкусности ягоды которые бывают которые бывают ну но я продолжаю дальше рассказывать вот 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 и я все-таки купила гжель но это у меня была вот такая чайная пара вы знаете я собираю гжель ну вот вазочка мне не нужна была а чайную пару я вот захотела себе купить с розами как всегда блюдечко очень красивое мне там три чашечки но пусть будет и четвертое с подписью ну ну вот все-таки купила она стоила в общем то недорого около 300 рублей я думаю для гжели нормально так что рынок в этот раз был конечно удивительный очень удачные покупки красивая форма бокала тем более что мне к этому бокалу есть здесь вот такой замечательный к этой чайной паре извините есть и такой замечательный чайник такой красавец вот буду пить по утрам чай вообще очень красивый придет подруга у меня здесь еще есть вот такой вот бокал такой небольшой сервис для двоих ну вот видите ко мне пришла светлана и она благодарит вас всех за хорошие вот слова которые вы ей написали в комментарии спасибо большое и вот мы как раз пьем с пирожным я свой чай выпила вот Света еще пьет а я еще только начинаю да так что большой большой вам привет большое спасибо за добрые слова мне очень нравится что Маша так красиво меня представила и свой сад и меня и мой сад я очень обрадовалась когда увидела вот эту чайную пару и еще больше я обрадовалась когда узнала что это чайная пара из песочного посмотрите какой замечательный рисунок какие цветы это ручная работа посмотрите это видно вот эти прорисовки все посмотрите как красиво в середине цветка золотом сделано розовый и голубой розовый и голубой это конечно ручная работа посмотрите какая красота просто красота просто красота просто красота вот хотела бы я вот хотела бы я пить чай из такой чашки в своем саду вот хотела бы как на солнце золото ой да чего ж красиво художественная вещь и вот песочная это вот так вот все таки правильно песочная мой любимый завод про песочные я уже делала обзоры и вот здесь блюдечко точно так же розовый цветок и голубой и в середине позолота красота ну золото конечно слегка уже его нету с годами но это все таки ну я не знаю это плюс говорит о том что достаточно старая чайная пара и ей пользовались поэтому ободок так и стерся ну и это опять покупки для моей загородной жизни ну как то так получается что в москве я покупаю для городской жизни ну и правда для загородной тоже а здесь вот для загородной ну и на этом я прощаю с вами дорогие друзья полюбовалась с вами опять тоже ну очень уж мне это все нравится и ларчик и корзиночки и чашечки и я с вами прощаюсь вот сегодня видите в этот раз мне удалось купить в этот день три чайные пары просто удивительно на рынке гжель я купила чайную пару если вы помните песочная и вот с рук я купила китайскую ну в общем ну я считаю прекрасные ну салфеточки я вам уже показала в прошлый раз что то еще уже сейчас не помню тоже показала в прошлый раз но вот это вот в этот в этот еще корзиночки бусики и такой нарец до свидания мои дорогие прощаюсь с вами всего вам самого хорошего удачного дня прекрасного настроения не забывайте что пока еще лето но уже лето скоро кончится мы уже приближаемся к концу июля мои дорогие наслаждайтесь этими прекрасными солнечными даже если как у меня не солнечными а дождливыми днями целую всех всего самого самого хорошего